О вкусах не спорят. Одни женщины любят яркий макияж, кому-то по душе естественность, а некоторым комфортно и в мужских брюках. Да, самое главное – научиться принимать любого человека, независимо от его внешнего вида и привычек. А еще более важно, чем принятие других – это принятие себя. Недавно я познакомилась с Валерией Матвеевой, участницей третьего сезона проекта «Пацанки». Ну и, скажу честно, Валерия меня убедила, что прекрасной можно быть и в берцах, и на каблуках. Как вообще так получилось, что вы попали на проект? Ну, я вообще случайно отправила заявку, ну, точнее, анкету. Я увидела в Инстаграме рекламу, потому что набирается кастинг на «Пацанки 3». До этого я уже смотрела как бы два сезона. И получилось так, что я вообще случайно просто отправила ради интереса. И мне через час где-то перезванивают, говорят, что ваша анкета прошла, вам нужно записать видеовизитку. Я записала, у меня вышла визитка 8 минут, я отправила, и через час мне перезванивают и говорят, что вы прошли кастинг, то есть вам нужно приехать в Москву уже на большой кастинг. А вы ожидали вот такой прям быстрой обратной связи? Ну, с учетом того, что было 80 тысяч анкет, и как-то я, какая-то Лера, там, в кара пришла, то нет. Как-то мировоззрение поменялось, наверное, да, после этого проекта? Ну, внутренне все поменялось, то есть мышление, там, как-то к людям стало по-другому относиться. То есть мозги вправили мне там нормально. Понятно. А вот до, вообще, до того, ну, вот, уйдем в прошлое, вы были фанаткой вот этого, этой программы? Ну, я просто смотрела, я не скажу, что я прям фанаткой была. Ну, да, интересно было смотреть, как люди меняются. А так прям, чтобы фанатела нет. Я в первый сезон не смотрела, мне не понравился первый сезон. Ну, как-то я, может быть, времени не было. Второй сезон вот мне очень понравился. Вас на улице узнают, может быть, подходят, уже говорят, Лера, можно с вами сфотографироваться или какие-нибудь такие вещи? Ну, просят сфоткаться, да. Без проблем? Ну, без проблем я со всеми фоткаюсь. Просто иногда, когда ты ходишь там куда-то отдохнуть, иной раз люди надоедают, потому что они как будто, не знаю, там, какого-то там человека звездного видят, прям, я не чувствую себя звездой. Ну, да, сходила, как бы снялась. Каждый, каждый может это сделать. Просто главное желание и идти к своей цели. Ну, я думаю, то, что не каждый, ведь из 80 тысяч заявок отобрали именно вашу, это же вау. Ну, каждый человек может сняться, каждый человек может попасть на телевидение, если у него есть какая-то мечта, либо идти к этой мечте. Круто, если попаду куда-то еще. Конечно, хочется, ну, там, продвигать дальше. Понравилась очень, то есть, вот эта вот, вся вот эта вот дежуха. Ну, не знаю, как сложится, так и сложится. Ну, а сами что ждете? В клипах зовут сниматься, и, то есть, я соглашаюсь, а что, живем один раз. Есть вообще вот в этом проекте такие прям супермерзкие задания. Вот буквально в, ну, в первой вот серии, которая вышла, вы съели таракана. Каково это было съесть такую мерзость? Ну, там не только таракан был, там один таракан и гусеницы были. Ну, нормально, как бы, это же была командная игра, то есть, нужно было выполнить задания. Если бы не выполнила, то для себя была бы слабаком по сравнению с другими участницами. Поэтому пришлось, ну, а так по вкусу норм. Может быть, еще бы что-нибудь такое съели вот в рамках шоу? Ну, очень хочется лягушек попробовать каких-нибудь таких. Вы согласны вообще абсолютно на все, чтобы команду не подвести, правильно? Ну, да, как бы, в тот момент, как бы, нужно было и проявить себя, и командная игра была. То есть, если бы я опустила руки, так бы, ну, показала бы свою слабость. А так, наоборот, и самой прикольно стало, и как-то дух поднял меня так наверх сразу. Слова поддержки уже поступают, может, в социальных сетях, или, там, письма, может быть, пишут? Письма, письма, мне кажется, уже неактуально. Да, пишут очень много людей, очень много поклонников. И стараюсь всем отвечать, как бы, кто-то обижается, что не могу дальше делать, потому что у меня нет времени. Потому что постоянно на работе, и отвечать тоже, ну, как бы, это занимает время. То есть, а время, это у нас все, что есть сейчас в данном мире вообще. Надо оценить его. Так, да, отвечаю, вот, дети прям пишут, прям вообще маленькие. Кстати, а вот дочку в школе не донимают вопросами, ну, как там, твоя мама, вот такие вот вещи, не спрашивают? Ну, Арина, как бы, пока еще ничего такого не говорила, что прям ее, там, достают. Да нет, вроде, пока. Ну, они же дети, что они там, кто-то смотрит, кто-то подходит, спрашивает, но так прям нет. Ну, это, наверное, такой чисто детский интерес, да, то есть, ну, расскажи, покажи, что там. Ну, если меня там видят у нее на танцах, то у меня спрашивают много вопросов, там, фоткаются у нее с группы, там. Ну, может, с вами сфоткаются, я говорю, а, давай, чем. Кстати, вот, Валерия, а чем вы еще занимаетесь? Ну, вот, в принципе, как я понимаю, вот, вы работаете барбером. Может быть, есть еще какие-то увлечения, хобби? Ну, вот, какой вы человек вообще в жизни? Что вас привлекает? Ну, я вот в барбере работаю, это официальная работа, а подрабатываю еще, ну, на себя, это тату-мастер. То есть, бью людей. А как, кстати, посещения выросли после того, как вы поучаствовали? Ну, нет, как были, так и остались. То есть, люди приходят, там даже фоткаются, но я думаю, что некоторые не записываются ради того, чтобы прийти ко мне, сделать татуху и сфоткаться. Я так могу сфоткаться. А вот из хобби вы танцуете, да, как я знаю, может, там, поете или... Ну, мы танцуем, мы всякую, короче, ерунду снимаем. Вот, сейчас хотим Сахтовкар продвинуть в топы. Вот, надо все-таки наш город вытаскивать снизу наверх, чтобы знали, что такое Сахтовкар. А то кому скажешь, где я живу, они говорят, что, это раз такой город есть, я говорю, конечно, есть. Вот, сейчас мы, как бы, занимаемся видео, сейчас снимали клип, цвет настроения черный, мы снимали, чтобы попасть в Гору Кридов в топ. И как попали, как успехи? Ну, как бы, это только начало, как бы, ну, просмотров довольно до 100 тысяч уже практически доходит. И, в принципе, я думаю, что не нужно на этом останавливаться, будем дальше двигаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА